Великий Курултай! Именно такое словосочетание пользуется популярностью в Монголии, ведь это обозначение монгольского парламента. Чтобы привлечь ваше внимание, я вынужден говорить маразматические мысли. Сегодня предновогодняя программа. Вы посмотрите, я перейду на стихи с вашего позвонка. Вот почему многие охранники стоят в костюмах снежинок сейчас. Ведь все же готовятся к Новому году, к встрече нового 2009 года. Ну что, друзья, с Новым годом, Россия! Ура! После этого новогоднего номера лента четырех... Синхронная лента четырех. Мы хотели бы перейти к новостям, потому что Новый год Новым годом, а газеты еще никто не отменял. В столице установили главную елку страны. Вот яркая фотография. Водители машут руками парковщиком. Здесь елка, по всей видимости. Откуда привезли новую елку-то, главную? Саша, из леса. Нет. Из леса. Взяли елку. Елку привезли из Питера, потому что все главное нашей стране приезжает оттуда. В Киеве тоже есть главная елка, наверняка. В Киеве есть такая елка. В Киеве... Только она без подогрева сейчас работает, я так понимаю. Так вот, я неспроста заговорил о киевской елке. Да мы знаем это, да? А там, кроме того, что есть елка, главное, так же, как у нас, там с коррупцией тоже борются. Но с коррупцией там борются по-своему, особенно мэр столицы. Леонид Черновецкий предложил свою версию борьбы с коррупцией. Какая же она? Он считает, что теперь жителям придется платить деньги за прием у чиновников. Официально. Он даже предложил расценки. За встречу с самим Черновецким 100 тысяч долларов. Это резонно. Это сколько часов, во-первых? Но больше часа все равно никто не выдерживает. А если продлить, кто не захочет? Легко. Так вот, за встречу с ним 100 тысяч долларов. А ужин с Леонидом Черновецким 800 тысяч долларов. А ролевые игры? Легко. Легко. За последний обед мне заплатят, уже заплатили, 800 тысяч долларов. Вы знаете, я знаю человека, который был на этом обеде. Серега, я тебе честно скажу, я был на том обеде, оно того стоит. Да, да, и более того. Шикарно. Мэр города Киева Леонид Черновецкий решил, почему все это должно быть бесплатно. Почему каждый раз, когда он приходит до работы, выстраивается очередь. И стоят люди, но выходят из кабинета и говорят, ну это конечно. Заходи. Да, я в этом хаосе, в этом потоке узурпированных. Прости, пожалуйста, а часто ребята, бизнесмены украинские, сидят в ресторанах и говорят, ну что, домой. А может, Черновецкого? Черновецкого. От Украины перейдем к моей любимой Грузии. Я сейчас прочитаю. Михаил Саакашвили отправил министра обороны Давида Кезерашвили в отставку. И на его место назначил Васила Сихарулидзе, психиатра по специальности, министром обороны Грузии. То есть данный министр, министр обороны, психиатр? Да, Вася. Ребята, а там налаживаются дела-то, да? Не точно, точно. Я думаю, доктор зашел в палату, а он ему говорит, ты будешь министром обороны. Говорит, не волнуйтесь только, не волнуйтесь, отпустите занавеску, пожалуйста. Ну, к примеру. Хочется пожелать в этот предновогодний вечер и народу Грузии, и народу России, и народу Украины, и всем народам бывших республик постсоветского пространства тщательнее выбирать людей, которые будут в следующем году и в последующие годы появляться в новостях. С наступающим Новым Годом! Дай Бог, чтобы в Новом Году мы жили в мире и в гармонии. Иван, Сережа, Саша, Украина, Белоруссия, да. Смотрите. Добрый вечер. Роман Андреевич, как? Роман Андреевич, здравствуйте. Не успели мы заговорить. Здравствуйте, Роман Андреевич. Какие гости у нас, а? Роман Андреевич, с вами поздоровался. Вечер. А у вас посадят. Вечер встречи трех поколений. Да? Да. Вы, Саша и мы, да. Да, ну я... Я бы распределил в другом порядке. Саша, Роман Андреевич и ваши покорные слуги. Ими за Зой. Я давно занимаюсь этим, вы только начали. А я уже давно занимаюсь. Раскопками? Нет, шутками. Шутками. Роман Андреевич, мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Спасибо. Вы готовы к тому, что уже через несколько дней настанет новый 2009 год? Да. Да, я готов. Я уже заказал две ноги, копыта на холодец и фаршировал его. Некоторые просто такой же костюм носят. Копыта, две ноги. Да, да, да. Роман Андреевич, вот эти бесконечные выходные, которые нам подарило правительство после Нового Года. Девять долгих дней. Десять. Уже десять? Мне десять. У Романа Андреевича десять. У нас с Романом Андреевичем это тоже выходной. Десять. Понял, Иван. Я думаю, что правительство сделало потрясающую вещь. Тем более, что сейчас вообще надо отдыхать. Чем больше, тем лучше. Ну, в связи с обстановкой. С кризисом? Мировым. Ну, может быть. Роман Андреевич, а вот члены коммунистической партии... Да. Они всегда так голосовали. Да. Так вот, члены коммунистической партии предлагают 3, 4 и 5 января перенести на майские праздники. А третьего уже, как говорится... Ну, правильно, в мае надо копать. Чтобы к ноябрю вырыть. Я бы... Это логика коммунистов, понятно. Что зимой накопаешь? Ну, как? Накопали же. СМЕХ Мы сейчас говорили об Украине, мы очень любим Украину, но Одесса занимает на территории этой прекрасной страны особое место. Вы как одессит. Как Одесса переживает вот это все? Украина не начепает. Это моя родина. Я ее очень люблю. И, конечно, я в этом году был очень много, много раз был в Одессе. Я прилетел в Одессу, меня никто не встретил. И стоят таксисты, узнали, давай я тебя сейчас за полцены довезу. Я говорю, не надо, сейчас приедут. Второй подошел, я тебе за четверть цены. Я говорю, не надо, сейчас приедут. Демпингуют Одессу. Он меня взял, взял меня в охапку, отнес в сторону, говорит, я тебя везу бесплатно, только ты будешь меня слушать. И вы поехали за полцены, да? Слушать Одессу. Ну? Он повез меня, повез меня в роддом показать, где он родился. А потом он повез меня, значит, показал, где он в школу пошел. Потом, где он развел. Он меня возил полтора часа. Потом усталый, подвез меня в гостинице. Я усталый. Ну, ты усталый. Я говорю, да, давай я завтра еще подъеду поговорю. Я говорю, не надо, не надо. Он так грустно сидит, и вдруг он сказал гениальную вещь. Это можно услышать только в Одессе. Мой брат уехал в Америку лет 30 тому назад. Родной брат. Он там живет вот так. Я здесь эти 30 лет, я живу вот так. Так, из такого кусочка я должен уезжать. Из Одессы, из солнечного города, у моря перенесемся в Париж. Вот смотрите. Во Франции более 20 натурщиков разделись догола прямо на улице. В знак протеста против низкой оплаты их труда. Представляете? Забастовщики считают 10 евро в час неадекватной платой за их работу. Нет, за эти деньги я не разденусь. А если 20-ку? А за какие? Роман Андреевич, вы когда-нибудь устраивали забастовки в своей жизни? Да. Да? Судя по вашему лицу, прямо сейчас это началось. Нет. Пару раз было. Опять же, было в Одессе. В Одессе мы с Витей Ильченко, моим другом, играли премьеру в русском театре. И я привел папу и маму. И администратор, знаменитый Козак, который говорил знаменитую фразу, что вы воруете с убытков, воруете с прибылей. Не посадил мою маму и папу. Я не говоря Вите ни слова. И ему. Оделся и ушел. Просто ушел. Это была моя первая забастовка. А чем закончилась забастовка? А закончилась, он извинился. На следующий день он маму посадил с утра. Роман Андреевич, если есть возможность прямо сейчас что-то сказать нашим зрителям, конечно, они будут счастливы услышать от вас. И в России, и в Украине зрителям. Да. Ой, в Украине особенно. Это моя родина. Я очень люблю, и я хотел бы пожелать особенно Украине, не дай бог, я очень люблю ее, с юга, востока, запад и север. То, что сейчас там происходит, это очень огорчительно. Я хочу пожелать, особенно ребятам в Украине, пожелать успокоиться, заниматься своим делом и плюнуть на тех, на кого надо плюнуть. Роман Шарцев! Надо проводить Роман Андреевич. Проходите к нашему бару. Пока, ребят. Да, спасибо. Вы нас видите там. Спасибо большое. Подтянемся. Да, Андреевич, спасибо. Я хочу сказать, что в предновогодние вечера вообще хорошо бы сбывать чьи-нибудь мечты. Я знаю, что вот Сережа редко участвует. Сбывать краденые. Да, сбывать краденые мечты. И Сережа на самом деле мечтает когда-нибудь спеть. Давайте поможем ему осуществить мечту. Сегодня новогодняя мечта Сережи Светлакова сбудется. Песня. Присаживайтесь, Роман Андреевич. Роман Андреевич, присаживайтесь, сейчас Сережа будет петь. Я просто хотел немножко предисловия сказать, что... Это убаюкивает. Что я, да. Конечно, дамы и господа, Роман Андреевич, поет Сергей Светлаков. Встречайте. Давайте меня поддержим. Это был удивительный год. Дело в том, что все, что я загадал, о чем я думал, в этом году сбылось. Я вот подумал, почему наши футболисты и хоккеисты не могут уже сколько лет выиграть? И тут, на, 2008 год и бронза у футболистов, у хоккеистов золото. Думаю, здорово, чудеса сбываются. Я думаю, почему в 2008 году не могут придумать какую-то гигантскую трубу хреновую, дорогостоящую, и чтобы она сломалась? Включая телевизор, а там калайбер. Я думаю, ну, неужели вот каждый год на Евровидении ездят какие-то дебилы, уроды и выигрывают? Неужели от нашей страны нельзя послать какого-то дебила и урода? С плохой песней, без голоса, чтобы он выиграл. И вот в этом году, в 2008, слава богу, моя мечта не сбылась. И поехал нормальный парень с нормальной песней, но выиграл. Я ехал в поезде, вышел на полустанке, где-то там, под Тюменью. И смотрю, девчонка молодая, красивая, продает беляши. Я купил, купил один беляш, смотрю, а девчонка, ну, настолько красивая, мне стало за нее так обидно. Я говорю, ну, ну, как же ты такая красивая и беляшами торгуешь? Включая телевизор, а она выиграла мисс мира. Девчонка красивая, честно говоря, беляши так себе. Сосед, весь год, весь год у меня сосед своей дрелью просто задрал меня. С утра до вечера эта дрель у него. Я подумал, ну, чтоб ты, чтоб этот сосед себе эту дрель засунул. С утра просыпаюсь, а дрель стала чуть глуше. Все-таки мечты сбываются. Но самое обидное, чтоб сбылись почти все мои мечты. Не сбылась только одна, одна маленькая мечта. Вот, если бы осталось мало времени до Нового Года, если бы она сбылась, то тогда я был бы действительно счастлив. Угадала? Почти. Будьте вы всегда и всюду счастливы. Целый год безветный завод. Дамы, господа, у нас в гости несравненная Жанна Фриске. Давайте поаплодируем. Давайте пригласим всех за наш застол. Ну, Сергей, ну ты загадал, конечно. Но ты, я думаю, обзавидовались все люди по всей стране. И не только в нашей. В нашей, я имею ввиду, Армению. Там вообще сознание потеряли некуда. Если бы такие желания сбывались. Жанна, мы вас приветствуем. Очень радостно, что наконец-то красивый человек сидит за этим столом. А то все время Ваня, да Ваня, я поворачиваюсь. Иван. А я ведь красив, Галь. Просто у тебя плохое зрение. А вы вчетвером, я все время на вас смотрю, вчетвером очень гармонично смотритесь. А ты сегодня знал, да, про эту рубашечку? Мне сегодня еще нет. Кстати, можно я тебе задам вопрос? У нас рубашка из одной занавески, вы понимаете? Рубашка и платья. Жанна, Жанна, подожди, нам же на эфир, давай, рви, рви, давай. Это тебе на платье, это мне на рубашку, погнали, все. У человека две недели назад родилась дочь. Что еще добавить к этому? Нечего. Что мне мешает завести сына, скажи мне. Сереж, я... Вот удивительно сделать. Сережа, как бы, в знак своего такого замечательного отношения к Жанне, и дочь назвал соответствующим образом Настя. Настя. А Гарик назвал жену Жанна. Да. В честь моей дочки. В честь моей дочки. Я совсем запуталась. А Саша, чтобы не путаться, дочку назвал Саша и жену Саши. Саши! Есть! Жанна, мы бы хотели обсудить с тобой... Тут такая скандальная новость, пусть прочитает Жанна, ей будет смешно первой, в первую очередь. Борис Моисеев выступит на Евровидении. Вот, прекрасно. От? От Белоруссии. От Белоруссии. Александр Лукашенко лично предложил Борису Моисееву защищать честь Белоруссии на конкурсе Евровидения 2009. Честь моя, моя лишь честь. Жанна, это мы не случайно об этом заговорили. Я предлагаю тебе... Жанна, а почему бы тебе не выступить на Евровидении от Армении? Вот смотрите, сколько... Подожди, подожди, Вань, тут серьезные вопросы решаются. От Армении? Во-первых, это будет первый случай, когда все страны дадут 12 Армении. Хотят или не хотят этого. Жанна, почему Моисеев может выступить от Белоруссии, а ты не можешь выступить... Я же не сказала, что я не могу. Если не будет коньков, то я что-нибудь придумаю. А, коньков. О, пожалуйста, вот смотрите. Раз газета, и Жанна опять. Жанна Фриски не пригласила на свадьбу Аню Семенович. И видно, что Жанна стоит в свадебном платье, а Аня не готовая, абсолютно разобранная. Что за подружка невесты? Разобранная. Ей еще букет назад кидать, ну... Жанна, а можно уточнить? Я все по-прежнему выхожу замуж. А на чью свадьбу ты не пригласила Аню Семенович? На чью-то я не знаю. Ну, говорят, на твою. На мою свадьбу. На очередную. Откуда родился этот слух? Так у меня как какой-то проект, так я сразу выхожу замуж. В прошлом году я выходила замуж за Дмитрия Нагиева. Ну, многие. В этом году я выхожу за Виталия Нойкова. А на Евровидение, если я поеду, то мне еще за кого-то придется выходить замуж. А там ведь ни Нагиева, ни Нойкова. Можешь за Борисово Моисеева. Если выйти за Борисово Моисеева, что там, господи, готовь и все. В общем, все решили мы, да? Жанна, мы все вопросы. Что мы делаем в следующем году? Самое главное, в этом году у Жанны не было свадьбы. И не будет. Семенович не успеет. Не будет. Как, стоп, секунду. Сбываются мечты. Миллионы россиян. Жанна, еще не поздно. И не должно было быть. Еще четыре дня до Нового года. Подумай. Если что, шафер есть, свадебный генерал есть, жених есть, водитель есть. А еще Бет, который выступит на свадьбе. А, ты имеешь в виду нас. Конечно. Жанна, мы в любом качестве. Но я понимаю, что это очень дорого. Нет. Не так дорого, если бы мы вели, Жанна. Жанна, все мужчины сейчас прилинули к голубым экранам. Кто чем? Многие же... Знаете, прости, Россия. Жанна, обращайтесь с новогодним обращением. Уходящий год был годом семьи, кто-то заметил. Да, я напомнил всем. У нас у всех родились дети, у меня четыре года назад, но у ребят в этом. Это действительно... Я хотела об этом сказать. Да. Что, вот, например, я знаю, что Сережа и Саша, они вняли... И Ваню. И Ваню. И Ваню тоже. Ну, я тоже внял. Ну, я... Без этого дети не рождаются. Я вам как врач скажу. Надо внять, 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 пока они родятся. Пока не получился что-то гнятное. Да, да, да. Я хочу пожелать, чтобы мужчины женились, женщины выходили замуж, рождались маленькие дети, и я думаю, что от этого мы становились счастливее. Вот, браво! Браво! Жанна, позвольте вас в сопровождении Сергея, раз он уже взялся, пусть он и... Проводить к фуршетному столу, где вас ждет... Роман! Да, где вас ждет Роман. Да! Проводите меня с музыкой. Па-па-пам. Давайте. Па-па-па-па-па-па-па. Я не буду петь. Спасибо. Пойдем с вами, Жанна. Па-па-па-па-па-па-па. Я покажу тебе новый нюх. Жанну ждет роман, а Сергей кажется. Ну а мы продолжаем поздравлять с наступающим Новым годом всех жителей нашей страны. И делаем это по-прежнему. Вань, когда ты сказал жителей всей страны, у меня такое ощущение, что у меня то ли слуховые аберрации, то ли зрительные галлюцинации. Несмотря на количество непонятных вам латинских слов, ребят, я действительно еще раз повернусь и взгляну латерально. Сейчас армянина найдет. Свой, своего вид издалека. Это он, Мишка. Миша, это же ты, привет. С наступающим. Михаил Голустян. Мишка, давай. Ара-брат. С наступающим, Миша. Сереж, познакомься с Мишей, вы вдвоем в программе снимаетесь. А это ты вот, да? Да, это. Все время мне на стройке. Миша, Мишка. Да. Новый год. Да. С каким настроением ты уходишь от крысы и входишь в быка? И ушел. Ну, мне, наверное, как южному человеку таким с каким-то с мандариновым настроением надо уходить. Тебе, как жителю Сочи, именно с таким настроением и надо входить. Надо приезжать в Москву с таким настроением. Многие приезжают не только с настроением, но и с мандаринами. Оранжевое настроение. Я не знаю, год быка, что? Что ты ждешь от быка? Что ты ждешь от его копыт? Что нравится быку там? Что? Трава и телки. Новости. Новости. Вот, Миша, специально для тебя. Я знаю, что тебе эта новость понравится. Тем более... А я читать умею? Я читаю новости. Прекрасно. Пожалуйста. Удивительная способность Миши говорить, мыслить вслух. Сейчас он будет говорить, я смотрю в газету. И закончил эту мысль... А я делаю в руках бумагу. И закончил эту мыслью, я борода. Вот тут. Китайский пастух при управлении стадом овец использует большую фотографию волка. А каким образом это происходит? Ну, видимо, он берет фотографии и говорит, давай домой, быстро. Давай, вот так, давай, быстро. А ты сюда иди. Ты сюда иди. Ребята, ты вот так, вот так вот домой. Саша, я вижу немой вопрос в глазах у Саши Цикала, а это эффективный метод вообще? Ну, вообще, да, эффективный метод. Я еще помню, я помню в школе еще... Он до сих пор до высот, Саша. В школе директор школы нашей, он вот фотографии помыл Андерсон, загонял нас на урок труда. Именно этим же методом мы загоняем Сашу Цикала в этот ангар, чтобы он живет. Я отвечу за Сашу и делаю это не в первый раз, и с удовольствием. 40 лет исполняется компьютерной мышке. Посмотрим, друзья, как выглядела первая компьютерная мышка. Она была сделана из дерева, как и первый компьютер. Нет, на самом деле, я думаю, что первая мышка, она была еще до того, как изобрели компьютер. Конечно. Так и было, конечно. За 300 лет. Многие вещи предвосхищают, как бы, события и идут вперед, как бы. Мне кажется, что скульптуры Зураба Церетели тоже опередили свое время. Они, во-первых, опередили мысль Зураба Церетели. Более, да. А во-вторых, они... Причем надолго. Зураб часто проезжаем имя Петра, говорит, Какая интересная скульптура. Надо и мне такую сделать. И ему говорят, Зураб Константинович, спасибо. Спасибо. Я знаю, о чем говорит Саша, если взглянуть на планету с Венеры, что я часто делаю по воскресеньям, и заметить, как расставлены из скульптуры Зураба Церетели... Венеру Дождидян. Ты тоже с ней смещался? Нет, нет. Но мне с нее ничего не видно просто. Венера Дождидян. Работница месяца в крошке-катрошке на Петровской Размолке. Поздравляю вас наступать с Новым годом. Желаем чайни и наполнителей. Послушайте, о чем я говорю? Это не просто такс-кульптуры. Это базовые зарядки космических кораблей. Штекеры. Так и хочется насадить космический корабль на Петра. Ты это имеешь в виду? Миш, ты пьешь воду, кофе, чай. А где деньги за это? Какие-нибудь вещи, которые, на твой взгляд, предвосхитили события. То есть, во-первых, сам Миша. Миша, на самом деле, задуман был как... Шиномонтажник. Он и похож, как проводник. У нас на Новокузнецкой есть шиномонтаж. У вас у кого? Почему ты вдруг сузил так район на Новокузнецкой? Где у вас нет шиномонтажа, Гарри? Девять и черные пятна на планете. И они белые, да. Сережа, да, действительно, есть люди, увидев которых, так и хочется поменять резину, но... Совершенно... Вот антиоксиданты, бесполезная сенсация. Почитай пока, а мы... Хотели бы обсудить следующую новость. В столице закончился конкурс «Московский дворник». О, подошел к машине позавчера, думаю, где мои дворники? Они, оказывается, в конкурсе участвовали. Победителями стали 60 человек. Победителями стали 60 человек? Вице-дворник 70 человек. Второй вице-дворник 400 человек. Их разделят на две группы. Одна поедет на две недели на Канарские острова. А вторая продолжит работать. Где будет жить в пятизвездочных отелях, работающих, по принципу, все включено. Другая в Чехию. Знаешь, по принципу, все выключено. Саш, ну, во-первых, я согласен с московским правительством. Еще бы ты был не согласен с московским правительством. Гарри. Конечно. Как ты относишься к тому, что Юрий Михайлович Лужков, несмотря на то, что сейчас такие, знаете, не до жиру сейчас. 60. 60 дворников на Канаре. На Канаре. Это же там будет все, там... Отвечай. Там опечатка, наверное, там опечатка. Там не 60, а 60 тысяч, наверное, дворников. И не на Канаре, а в Душамбе обратно. Ребята, специфичный итальянец, так называется статья... Так называется, да. Специфичный итальянец, так... Так ты себя называешь. Да. Когда знакомишься с женщиной с белыми волосами в кафе. Я очень специфичный итальянец с таким акцентом. Вы кто? Специфичный. У меня акцент такой... Мы видим с правого бока машины три колеса. Два спереди, одно сзади. Я думаю, присутствие третьего колеса справа компенсируется его отсутствием слева. И это просто обычная четырехколесная машина. Я бы назвал ее автомобиль Камбала. Друзья, просто предоставим слово Мише и... А я что? Да, просто поздравить... Миш, вот... Россиян и вообще весь мир. Кого ты хочешь... Поздравляем вас! Эй! Все. Я хочу поздравить... Ну, я не знаю, я бы поздравил жителей Африки. Все-таки... Довольно логично в этом случае. Все-таки гены говорят... Да, да, мне... Все-таки в Америку ходят... Жителей Франции, Америки тоже... Франции, Америки и Африки? Да. То есть, как я понял, песня будет на французском, английском и суахили. Да, на армянском. Михаил Голустян сейчас исполнит песню. Давайте. Давайте поплодируем. Посмотрим, посмотрим. 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 Сейчас, давайте мы зайдем. Погромче сделаем. О боже, что я делаю? Мишка, Америки и Америки. Мишка, Америки и Америки. Мишка, Америки и Америки. Наступайте, Мишка. Наступайте всем. Спасибо, Миша. И Каил Голустян. Я с удовольствием готов прочитать вам новость. Более того, мне это будет легко, ведь я буду читать собственные мысли. Ты не мог бы сейчас чуть-чуть отодвинуться в сторону, ведь за твоими кудрями я вижу не только солнце Араратских гор, не только гордых птиц, орлов, которые кружат над мандариновыми кущами, но и Леонида Агутина, который пришел к нам в гости. Поздравляю всех вашего года. Леоня, заходите к нам. Я не дадусь к нам в гости. Я что-то не хочу. Затупайте. 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 Леоня, пожалуйста, соли. Леоня, как настроение, как предновогоднее ощущение от того, что сбудется в полночь чудо? Да, все. Все. И так вообще не ранее. Гарик, ты что, маленький? Какое чудо. Какое чудо, Гарик? Ну, знаешь что, я, например, вот ровесник компьютерной мышки, а ты, Гарик, я смотрел вот до этого ваши шутки насчет мышки, ничего смешного я не нашел в этой шутке. Кстати, да. Мышке 40 лет, мне тоже вот так, например, с мышкой вместе. И внешне ты похож. Да. Есть ли какие-то новости, которые... Взволновали тебя, богоражили. Давайте, ну, не будем устраивать здесь. Вот говорите, какие новости прочитать. Я прочитаю. Вот, друзья, первый адекватный человек. Леня. Конечно, вот что. Валуев победил. А, Холифилда он победил, да. Джерри Холлин. Джек, полуха. Тут еще совсем он, прямо его... Мы тоже полжизни забрали. Кстати, написано, что не так и просто он его победил, нанес несколько ударов, слава богу, попал, но, в общем... В общем, опять избил старика. Избил старика, да. Актер, я его видел в кино. Я понимаю, Саша, твое волнение по этому поводу, но... Не тенденция ли это? Ты это хотел сказать? Я хотел сказать. Нет, это просто, на самом деле, мне кажется, Валуев поздравил его с Новым годом. И с 12-м ударом... Леонид, а есть новость, которая так и просится из принтера. Вот она. В Росгидромете завершен монтаж суперкомпьютера. Слава богу, всех поздравляю. Что такое Росгидромет? Удивительно, что ты это так же объявил. Росгидромет? Росгидромет – это металлургическое российское предприятие, которое отвечает за гидр и кишечно-полосных. На самом деле, Росгидромет – это та самая организация, которая позволяет нам при помощи вот этого самого суперкомпьютера... А мы видим, что этот компьютер занимает много. Это площадь... Тюменской области. ...3 сантиметра на 9. Площадь Тюменской области, да. Огромный суперкомпьютер, который будет... Вот смотрите. Который, как ожидается... И вот эта фраза – самая страшная в прогнозе погоды, да? Как ожидается. Она снимает уголовную ответственность. Понимаете? Который, как ожидается, позволит составлять точные прогнозы погоды для всей территории России. Возможно, забыли дописать слово. И как сейчас, как возможно, будет дождь. По поводу прогноза погоды России, иногда используется очень хитрое слово со стороны гидрометцентра – местами дождь. А какими местами? Где эти места? Я был вчера в Москве, не было дождя. А вы не в том месте стояли. И вновь мы впереди всей планеты. Суперкомпьютер позволит там не только предсказывать погоду раньше всех на территории России. Но и раньше всех разложить пассианс-косынку. Конечно! Благодаря этому компьютеру можно будет зайти на Яндекс и узнать погоду. Как гидрометцентр и делает. Подожди, ты, пожалуйста. Ты хочешь сказать, что... Давайте сделаем серьезные, романтичные, предновогодние лица. Леонид, поздравьте страну. Какую иллюзию ты испытываешь по поводу собственного лица? В мире каких иллюзий ты живешь? Романтичное лицо ты сделаешь? Я закрою свое неромантичное. Женщины выбегают с хохотом из кафе. Гарри. Леонид, поздравление от тебя с Новым годом. Тихо! На самом деле можно было бы продолжать. Смеяться, как-то шутить, разговаривать. Я бы в этом шуме, в шелесте ваших замечательных голосов, вашей потрясающей иронии, которая на самом деле очень добрая. Я смотрю постоянно телевизор, смотрю эту программу и думаю, когда же, наконец, меня туда позовут. И вот, наконец-то, меня позовут. Это я уже поздравляю постепенно. Это я зашел, как вот здесь, так вот. Да. С немножко издали. Вы, как всегда, с черного хода зашли. Издали, да. Сзади незаметно подхалцем. Вот, и теперь могу уже сказать самое главное. Друзья, Новый год наступает. Слава богу, каждый год это происходит с нами. И вот опять это с нами происходит. Прекрасно. Это постоянство мне очень нравится. Вот. Вам будут рассказывать... Давайте не прерывать ход этих событий. Ход событий прерывать не надо. Я за то, чтобы мы наблюдали как можно дольше, ежегодно, вот эту вот такую банальность. Вот Новый год нам будут опять рассказывать, будут кокетничать. Я верю в Деда Мороза. Никто в него не верит. Подарочек. Ты веришь мне, Серега Деда Мороза? А как не верить в себя? Зачем? Я просил тебя не говорить. Дед Мороз, это я. Я так и знал, что Деда Мороза зовут Леонид. Я к нему так и обращался. Дорогой Леонид Ильич. Подари мне звезду. У тебя много. Лень, давай. Что? Продолжать? Что ты можешь... Это Новый год ты что-то подаришь. Это впервые, когда я осмелюсь продолжить за Леонида. Сегодня уже звучало много песен, но эта песня стоит особняком даже в Бразилии. Гарри, когда ты с золотыми часами делаешь вот так эту руку, я снова представляю кафе. Извини. Я не могу. Я очарован тобой, Гарри. Долгие годы работаю. Я твоя. Сейчас впервые прозвучит песня, которую мы поем как можем, а Леонид Агутин вместе с талантливыми людьми, которых он сейчас представит, играют так, как надо. Леонид, вам слово. Группа «Эсперанто» ребята, которые работают со мной. Всегда сегодня нам будут помогать. Я бы хотел, друзья, сказать вам просто так напоследок. В этом году мы с вами еще увидимся, но не в этой программе. Мы желаем вам всем счастливого Нового года и в конце января веселыми воробьями, веселыми кто воробьями, кто снегирями, а кто и дроздами. Ворвемся в ваши уставшие от новогодних праздников телевизоры. Песня. Леонид Агутин, группа «Эсперанто». Гарри, уйди с провода, пожалуйста. Спасибо. Тралафикаду. Раз, раз. Ребята, работаем. Спасибо.